Здравствуйте, дорогие друзья! В прямом эфире программа «Четверть часа» в студии Ирины Пономарёва. Сегодня в рубрике «Терра инкогнито» мы поговорим о том, как правильно креститься, в смысле налагать крестное знамение. А в рубрике «Неформат» познакомимся с молодым человеком с синдромом Дауна. Крестное знамение Крестное знамение — это выражение веры православного человека, духовное оружие, направленное на борьбу с дьяволом. Крест налагают на себя во время молитвы дома или в храме, при самом входе в храм, перед началом всякого дела. А как правильно накладывать крестное знамение? Этому мы посвятили один из наших уличных опросов. Вы крещённый человек? Да. Скажите, пожалуйста, а как правильно креститься? Справа налево. То есть повернуться справа налево? Да, ну тремя пальцами. Ну раньше, как я знаю, вроде двумя надо было, а сейчас тремя по-новому. Вообще, по-новому, надо тремя, но раньше, по-моему, двумя крестились. Да. Ну надо так, лоб, пупок, лево-право. Лево. Ну, я не особо знаю. Вы крещённый человек? Я православный, но не крещённый. Не христианин. А знаете, как правильно креститься? Старобрядцем. Ну, знаю, знаю. Примерно, да, два варианта. Ну, и так, и так, скажи. Ну, трёхперстный, двухперстный. Трёх, трёх. Мы отъездим. Тремя пальцами, да? Правильно. Правой руки. Как правильно креститься? Справа налево. Верхнее. Справа налево. Тремя пальцами. Справа налево, по-моему. Как правильно креститься? Ну, с уроками, тремя пальцами. Так, вот, абсолютно. Спасибо, Господи. Спасибо всем участникам нашего опроса. Чтобы дать точный ответ на поставленный вопрос и вообще больше узнать о крестном знамении, мы обратились к сайту hasbuka.ru. На этом портале даются определения основных понятий православия. Крестное знамение, говорится здесь, это телесное выражение христианских догматов, исповеданий христианской веры в Святую Троицу и Бога-человека, Иисуса Христа. А еще выражение любви и благодарности Богу. И, конечно же, защита от действия падших духов. Для крестного знамения мы складываем пальцы правой руки так. Три первых пальца большой, указательный и средний, слагаем вместе, концами ровно. А два последних, безымянный и мизинец, пригибаем к ладони. Сложенные вместе три первых пальца выражают нашу веру в Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа, как единосущную и нераздельную троицу. А два пальца, пригнутые к ладони, означают, что Сын Божий по воплощении Своем, будучи Богом, стал человеком. То есть означают две Его природы, божескую и человеческую. Для правильного наложения крестного знамения важно не только соединить большой, указательный и средний пальцы, как это часто бывает у тех, кто крестится небрежно, но и прижать оставшиеся два пальца к ладони. Осеняя себя крестным знамением, нужно возложить его на лоб, на живот, на правое плечо и затем на левое. Мы прикасаемся с ложенными вместе тремя пальцами ко лбу для освещения нашего ума, к животу для освещения наших внутренних чувств, потом к правому, затем к левому плечу для освещения наших телесных сил. Получается изображение креста, того креста, на котором был распят Господь наш Иисус Христос, благодаря чему мы получили возможность спасения. Крест — оружие нашего спасения. Опустив правую руку, можно делать поясной или земной поклон. Не стоит кланяться, пока крест наложен не до конца, иначе мы как бы ломаем изображение креста. Также важно доносить руку до живота, а не до груди, иначе крест оказывается перевернутым. Верхний его конец получается длиннее, чем нижний. А те, кто накладывает крестное знамение торопливо, неблагоговейно, святитель Иоанн Златоуст сказал «Тому неистовому маханию бесы радуются». Напротив, крестное знамение, совершаемое правильно и неспешно, с верой и благоговением устрашает бесов, утешает страсти и привлекает божественную благодать. Накладывать на себя крестное знамение нужно при всех обстоятельствах жизни, отправляясь куда-то из дома, перед едой и после еды, утром и перед сном, начиная и оканчивая какое-либо занятие, учение, работу и так далее. Крестное знамение имеет великую силу. В истории церкви есть немало примеров, как крестом были совершены чудеса. Например, однажды апостол Иоанн Богослов нашел лежащим при дороге больного человека, который сильно страдал горячкой, и исцелил его крестным знамением. Креститься можно также в тот момент, когда приходят какие-то нехорошие мысли, греховные желания, чтобы отогнать их от себя. Что касается истории крестного знамения и его изменения, вначале христиане крестились одним пальцем, подчеркивая этим веру в единого Бога, в противовес языческому многобожию. После Никейского Вселенского собора, который был в 325 году, сформулировавшего догмат о единстве двух природ во Христе, христиане стали креститься двумя пальцами. Когда Русь крестилась в православии, Византии крестились еще двумя перстами, и этот обычай перешел и на Русь. Затем, в XI веке, в противовес очередной ереси, отрицавшей троичность Бога, было положено креститься тремя перстами. Но в силу отрыва Руси от Византии, этот обычай не был введен на Руси до Никона. Староверы, не зная ничего о дальнейшем развитии церковной культуры Византии, упорно держались за двуперстие. В настоящее время крестное знамение накладывается тремя пальцами. Сметим, что крестное знамение можно накладывать не только на себя, но и на другого человека. Например, мать может перекрестить своего ребенка, когда он отправляется в школу, а также на предметы. Например, можно перекрестить накрытый стол перед едой. При этом мы разворачиваем крест так, чтобы он был верен относительно другого человека или предмета. То есть сначала подносим руку к колбу ребенка, потом к животу, потом к правому плечу ребенка, для нас это получается налево, и потом к левому плечу ребенка, для нас это право. Это же правило действует и по отношению к предметам вверх-вниз, влево-вправо. С помощью крестного знамения, с помощью молитвы, совершаемой с верой в Бога, можно преодолеть многие трудности. Каждому человеку Господь дал какие-то таланты, возможности, и наше дело их с помощью Божией реализовывать. Сегодня мы предлагаем вам посмотреть сюжет с портала «Видеомилосердие». Называется видео «Первый в России повар с синдромом Дауна». Хромосомы – структура в ядре клетки живого организма, которая содержит большую часть наследственной информации. Обычный кариотип человека – 46 хромосом. Но существует геномная патология, когда хромосомы 21-й пары представлены тремя копиями вместо нормальных двух. Эта патология известна как синдром Дауна. Одна лишняя хромосома – один лишний человек. На Западе с ними работают. Испанцу Пабло Пинедо синдром Дауна не помешал получить высшее образование. Американец Тим Харрис открыл ресторан. В России в 80% случаев от детей с синдромом отказываются еще в роддоме. Но не так давно у нас произошла небольшая революция. Первый человек с синдромом Дауна получил приличную работу. Уже больше года парень по имени Никита работает поваром в кофемании на Большой Никитской. У меня диагноз мозаичный, как бы диагноз, как бы у меня половина разрушена, а какие-то частицы у меня все на месте, как бы все, как бы вот так вот. У меня мозаичная группа, вторая группа и вторая степень. Я как бы об этом не жалуюсь, как бы об этом никогда не думаю об этом. Я такой, какой я есть. Устроили меня фонд «Я есть» от Ксении Алферова и Егора Бероева. Меня познакомили с женщиной, которая наставница, которая меня учила готовить. Ну, я как бы ходил, учился туда, в кофеманию. Потом, после этого, когда увидели, что я очень стал быстро готовить, как бы очень старался уже, и я говорил, что я хочу пойти в холодный цех к девушкам работать, в женский коллектив. И меня туда взяли, как бы уже официально, я там уже обучался уже готовить именно блюда. Сначала научили, а потом я уже постепенно развивался и как бы там все и научился готовить. К нам приходят многие стажеры, которые самые новенькие люди. И все говорят, Никита, ты самый главный в холодном цеху, самый главный повар, самый главный шеф-повар холодного цеха. И стали мне говорить, Никита, как шеф, давай обучай других новобранцев. Работа, как сказать, мое будущее, семья моя, своя семья кормить и помогать. При этом хочется осуществить именно свою мечту, открыть свой ресторан. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова Я считаю, в двух миров нахожусь, как бы. В обычном мире и не в обычном мире, где именно дети с синдромом Дауна. И это очень отличается от этого и от этого, потому что это все не взаимно связано с этим. Кстати, он плавает. Я скажу, что, не знаю, у тех, которые дети с синдромом Дауна, я даже не знаю, у них какая цель и как они воспринимают этот мир, я даже вообще не могу понять. Ну, для них, наверное, этот мир жесток, потому что для них это тяжелый труд, считаю. Как бы, они живут в своем мире, а другие живут в другом мире, как бы. И люди не могут понять, обычные люди не могут понять нас, о чем мы говорим, о чем они говорят. Мы не можем, как сказать, правильно сказать, какие мы в этом душе живем. Мы хотим сказать другим людям, какие мы все-таки добрые, чтобы они могли нас понять. И в этом случае, я даже не знаю, как это сказать, но для нас, я думаю, это очень сложно. В таком мире жить, в современном особо. Хотелось бы, чтобы это видео вдохновило не только тех, у кого есть близкие с проблемами здоровья, но и тех, кто мог бы взять на полноценную работу людей с ограниченными возможностями. Пусть кто-то из окружающих отнесется к этому с непониманием, зато такая забота о ближних не останется незамеченной Богом.